Великую гуманистическую Китай не что-то выдуманное социальной справедливости и ценностям, либо как культурой, то значимость золота и брилли. А что тогда будет ценностью? Итак, дорогие друзья, острота момента – это ворота в резиденцию Владимира Владимировича. Здесь я совершаю пешую прогулку. Позвонил Олегу Пасаркину. Обратите внимание, как мы можем оказывать влияние, очень простое и наглядное, на наших зрителей, демонстрируя, что когда вы прогуливаетесь, вытянетесь вверх, вытянете весь позвоночник, затылком, вытянетесь кверху. И вот в таком состоянии идите, чтобы кровь смогла пройти сквозь все позвонки, пройти к тем точкам, где обычно происходит гравитационное сдавливание. И зная, что мы являемся заложниками гравитации, стремится предотвратить последние последствия гравитационного воздействия. И почему заговорил о гравитации? Потому что современная академическая наука делит природу и природные явления на четыре категории. Это сильные, слабые ядерные взаимодействия, магнетизм и гравитация. А в природе все едино, соответственно, мы можем предположить, что среди нас, на общности граждан, проживающих на нашей территории, возможно, на территории других стран, но я сейчас говорю за граждан, проживающих на территории России, есть величайшие умы, проникнувшие в мысленных экспериментах вглубь материи на 10-54 степень, понимая, как взаимодействуют электромагнитные процессы. И знание этих природных процессов позволяет нам создать пятер, самобранку и ковер самолета. Это то, что может предъявить Россия всему миру. Важно, чтобы это было поддержано в внешнем обществе. Потому что если президент об этом начнет говорить, но его все поднимут наспех, соответственно, должно пройти общественное обсуждение. Эксперименты. Вот, для этого мы снимаем этот сюжет. Вопросы есть? Вопросы известной технологии. Например, у нас есть изобретатель Александр Кушелев, который энергетику. И всем известно, что ковры самолета раньше вышивались из драгоценных камней. А драгоценные камни выкладывались в виде орнамента. А орнамент служил определенной программой. Поэтому все это было, все эти известные технологии, мы должны вернуться к этому укладу. Ну, собственно говоря, в чем идея? Что теория единого поля для всего человечества, для всей цивилизации. Эту великую гуманистическую задачу озвучивали и наши предки, стремившиеся в великой идее коммунизма. На сегодняшний момент это озвучивает и Китай. То есть это не что-то выдуманное, это корневое стремление социальной справедливости и к новым ценностям. Ибо когда у тебя есть возможность стезировать любые металлы и камни, любые структуры, то значимость золота и бриллиантов становится ничтожной. Соответственно, а что тогда будет ценностью? Об этом можно и вести диалог. Мгновение прошедших дней с меня и краски пейзажи пронзает мысль о гигантах, не доживших до наших дней. И магнетрон на видном месте, и доменная печь стоит. То нам подсказка и предание. Кто мы и зачем пришли? Собрав все пазлы и проснувшись, мы быстро все сообразим, как всем легко объединиться и совершить большой прорыв. Ключом к сознанию станет квант. Поток любви, наполненный сознанием, что мир един и создан для любви. Об этом говорят на свете все предания.